Дмитрий Иринин В режиме свободного горения Причины возгорания пока неизвестны, устанавливаются В Лениногорском районе загорелся полигон твердых бытовых отходов Каков ущерб и сколько километров охвачено пламенем, выяснял Рамиль Шайдолин С началом купального сезона утонули 22 татарстанца Все смерти на необорудованных пляжах Вообще не пугает Почему? Во-первых, плаваю хорошо, во-вторых, здесь можно шашлык делать Почему вновь и вновь жители республики, спасаясь от жары, рискуют жизнью, узнал Сергей Хайдаров В детских садах Казани заработает система 1 плюс 1 В 83-й сад, к кому мы присоединяемся, там 4 группы Сколько дошкольных учреждений реорганизуют? Подробно Альбина Минибаева Татарстан получит от Ростеха около 3% акций КАМАЗа в обмен на ценные бумаги республиканских радиоэлектронных предприятий Об этом сегодня сообщили на собрании акционеров КАМАЗа На него приехали Рустам Миниханов и гендиректор Ростеха Сергей Чемизов Напомним, эта корпорация основной акционер челнинского автогиганта Как в минувшем году потрудилось предприятие на КАМЕ и какие планы узнал Радик Фархулин Без футбола не обошлось и перед собранием акционеров КАМАЗа До встречи с машиностроителями Рустам Миниханов и Сергей Чемизов посетили одноименную футбольную школу Ей около полувека, а сейчас здесь занимаются 700 детей Футбольная школа КАМАЗа стала кузницей кадров для многих российских клубов Очень надеемся, чтобы в наших национальных клубах играли наши ребята Наши ребята уже собирают роботов С ними гости встретились в детском технопарке Кванториум Он стал первым таким в стране Сейчас здесь свои технические изыскания проводят 450 воспитанников, как говорят, будущих КАМАЗовцев Свои навыки и проекты ребята смогут применять на промплощадках КАМАЗа Мы видим, насколько здесь продвинутые наши дети Занимают огромное количество призовых мест на разных конкурсах Как продвинулись дела у взрослых КАМАЗовцев говорили уже на собрании акционеров Доложили, минувший год получился успешным Автопром оправился от кризиса И по ключевым показателям наблюдается рост Было продано 38 тысяч грузовых автомобилей Выручка составила 156 миллиардов рублей КАМАЗ в полной мере воспользовался благоприятной ситуацией на рынке И своевременно среагировал на спрос Более активно влиять на политику автогиганта Татарстану позволят передаваемой республике пакет акций Решено, что рост тех, владеющий 49,9% Отдаст 3% в обмен на доли республиканских радиотехнических предприятий Это радиоприбор и Альметьевский завод радиоприбор И Казанский электротехнический завод Стоимость мы сейчас в ближайшее время уже завершаем Завершены все переговоры И я думаю, что в августе мы завершимся здесь В армент мы отдаем, как я уже сказал, чуть менее 5% акций Сейчас КАМАЗ выпускает 60 моделей и полторы тысячи комплектаций автомобилей Этот год также планирует завершить с ростом Рустам Мениханов отметил У предприятия хорошие перспективы Я должен поблагодарить Сергея Петровичева, вашу команду Сергея Анатольевича Как бы ни было, сегодня КАМАЗ не только работает, он работает на перспективу Своё будущее КАМАЗ связывает с разработками электромобилей и беспилотников В 2017 году электробус КАМАЗ-то сировался в различных городах И по отзывам отлично зарекомендовал себя А уже в следующем году автогигант собирается отметить своё 50-летие Радик Фархулин, Дмитрий Аринин, Ильша Таюков, Рамиль Закиев, ТНВ Набережной Челны Ну а завтра, внимание, болельщиков всего мира будет приковано к Казани В нашем городе сборная Аргентины сразится с футболистами Франции Команды здесь прибыли на игру и десятки тысяч фанатов Буквально час назад в международном аэропорту приземлились болельщики из Франции Их встретила Альбина Солгараева И сейчас она с нами на прямой связи Альбина, здравствуй, какие прогнозы у французов на предстоящий с Аргентиной матч? Добрый вечер, Алексей Действительно, сейчас мы находимся в международном аэропорту Казань Где буквально час назад, как ты сказал правильно, приземлился первый самолет с французскими болельщиками Их пока 55 человек Сегодня у них, что называется, день выходного дня Сегодня их разводят по гостиницам А завтра, кстати, им предстоит обзорная экскурсия по городу Они увидят Кремль, Старо-Латарскую Слободу Пообедают в ресторане и национальной кухне А затем отправятся на матч Сегодня мы успели с ними пообщаться Узнали настрой на завтрашнюю игру и настроение Предлагаю послушать Я первый раз в России Я ничего не знаю, только прилетел Мы когда летели в самолете, видел природу, Волгу Она нам очень понравилась Надеюсь увидеть еще что-то красивое и интересное Надеюсь, что выиграем и будет хороший матч Я уже во второй раз в России Была 15 лет назад Сейчас Москва совсем изменилась Совсем другая Уже посещаю третий матч В России знаю мистера Путина Совсем не знаю Казань Знаю, что здесь красивые мечети и более религиозная страна Я хочу, чтобы наша команда была в форме И хочу получить большое удовольствие от игры Напомню, что французы в Казани играют не в первый раз Казань-арена, можно сказать, стадион для них счастливый Потому как они 16 июля обыграли Австралию со счетом 2-1 Завтра, кстати, предстоит не менее интересная игра с Аргентиной Это будет очень захватывающая игра, захватывающий матч Потому как сегодня все команды настроены только на победу Мы пожелаем им удачи И хочу отметить, что сегодня мы еще ждем 600 французских болельщиков Прибудет еще 2 самолета Поэтому можно сказать, что французский футбольный праздник в Казани только начинается Мы пока остаемся здесь Алексей, тебе слово Спасибо, Альбина Альбина Солгораева встречала французов в Казани Целый день ждали Месси Причем с сюрпризом Его портрет появился напротив отеля, где разместилась команда Более того, если он забьет в Казани 3 гола, нарисует его портрет и на столичной мэрии Такое слово перед десятками журналистов дал Ильсур Медшин О том, как две звезды, Роналду и Месси, подружились в Казани, расскажет Дмитрий Аринин Не прошло и суток, как портрет Месси тут как тут Над ним четверо художников трудились и день, и ночь Поставлена работа, поставлены сроки Мы рисовали до трех ночей, и в пять мы вышли снова То есть нам досталось два часа сна Красок на одного из самых ярких футболистов современности не жалели Использовали все цвета Изображение получилось площадью 60 квадратных метров Правда, чуть меньше, чем соседний портрет Криштиану Рональду Нарисованного новоселом Месси Графический старожил Рональда встречает тоже обновленным С новой надписью Я забил четыре мяча, а ты сможешь повторить, Лео? Увидеть это послание и свой портрет Месси сможет вот из этих окон гостиницы Стимулом к взятию ворот соперников для аргентинского футболиста Будет еще один казанский подарок Пари Три забьет, на мэрии сделаем граффити, я вам обещаю Пусть три гола забьет Станет ли Месси рельстворением казанской мэрии, станет известно уже завтра В других же знаковых местах Казани могут появиться изображения И еще знаменитых футболистов, например, Неймара Все будет зависеть от того, кто приедет в столицу республики на четверть финал Дмитрий Арийн, Амир Залюшев, ТНВ, Казань Итак, завтра на Казань-арене большой матч Аргентина-Франция, атмосфера серьезности игры уже чувствуется в воздухе Билетов практически не достать, если они и есть, то не всем по карману А мы напоминаем, игра начнется в пять вечера За три часа до начала начнет действовать последняя миля Проезд будет закрыт по улице Сибгата-Хакима, на проспекте Имашево и на третьей транспортной дамбе Татарстанцы этот матч смогут посмотреть не только по телевизору, но и в фан-зоне Приехать нужно за два часа до начала трансляции Добираться лучше на общественном транспорте или на велосипеде В связи с жарой нужно обязательно иметь головной убор, удобную и закрытую обувь Лишние вещи с собой не брать Если количество зрителей на фан-зоне достигнет 25 тысяч человек, то проход будет временно закрыт Администрация просит отнестись к этому с пониманием Это все ради безопасности каждого Глава FIFA Джанни Инфантино заявил, чемпионат мира меняет образ России на Западе Он выразил благодарность гражданам нашей страны за организацию Мундиаля Россия гостеприимная и теплая страна Это событие полностью меняет восприятие России с Западом На улицах городов вы можете видеть болельщиков в футболках разных сборных Все вместе они отмечают это событие Это большой праздник для России и всего мира Благодарю всех россиян за то, что вы принимаете всех нас, сказал Джанни Инфантино В пятницу на конференции «Спорт и будущее в Москве» Другим темам дня Второй пожар за неделю Сегодня утром загорелся очередной полигон твердых бытовых отходов в Татарстане Свалку в Лениногорском районе, действующий с 2003 года Сегодня к полудню охватило огнем примерно на трех квадратных километрах Вдобавок, горячие отходы разносил ветер Причины возгорания пока выясняют эксперты Рамиль Шайдулин о том, как пожарные устраняли возгорание На тушении две пожарные части, химическая станция и бригады МЧС Если сбить пламя общими силами еще можно, то чтобы устранить очаг, приходится подвозить грунт Так горит местный полигон С 2003 года он разросся до 13,5 гектаров и в два раза превысил проектную мощность В 6.30 поступило сигнал мне на телефон от пожарной части О том, что горит полигон ТБО Лениногорского района После чего мы собрали экстренное заседание КЧС Приняли меры, предупредили предприятие И приняли меры по ликвидации пожара Одной из первых о пожаре узнала Надежда Федорова Сначала на улице появился густой дым, а затем и резкий запах гари Звонит мне соседка, Надя говорит, откуда сильный дым идет Пожар что ли? Мы, может, говорю, садки подожгли У нас и садки бывают, жгут хулиганы А это оказывается, этот полигон горел Утром огонь раскинулся на трех квадратных километрах Очагов оказалось несколько К обеду часть залили водой и засыпали грунтом Большая часть площади уже локализована Осталось где-то около тысячи, по предварительным данным К полудню пожарные устранили открытое горение Полностью потушить полигон планируют к вечеру Официальные причины возгорания пока не называют Если будет установлено превышение ПДК Загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Будет составлен протокол также в соответствии с ХААП Пожар уже второй, только за эту неделю в понедельник Горел полигон у деревни Орел Лаишевского района Тогда вместе с мусором сгорели надворные постройки А на месте вместе с пожарными работали экологи Чтобы узнать превысили ли выбросы допустимой концентрации В институте КФУ возможную природу этих пожаров объясняют так Разлагаясь отходы выделяют метан Тогда для огня хватает жары и прямых солнечных лучей Вдобавок здесь все виды мусора И при их горении с дымом выделяется вся таблица Менделеева Избавить от возможной экологической катастрофы может сжигание мусора на заводе И только с соблюдением технологий Если он построен правильно, по правильной технологии Если он эксплуатируется правильно, поставлен на правильной территории Так что он не наносит негативного влияния на окружающую среду То отходящие газы от сжигания мусора на мусорожигающем заводе Они менее опасны, чем горящий просто полигон И в Лаишеве, и в Лениногорске загорелись свалки Которым 10 и более лет тление шло на глубине Рамиль Шайдулин, Ринат Цапин, Филюзаха Медулина Ирик Кабибуллин, ТНВ, Лениногорский район, Казань Из-за неисправного газового оборудования в этом году погибли более 60 татарстанцев Об этом сегодня в Доме правительства сообщил главный жилищный инспектор республики В квартирах татарстанцев заметят почти 200 тысяч газовых плит Более 130 тысяч газовых колонок и 15 тысяч отопительных котлов Проверять оборудование частным компаниям будет запрещено из-за изменений в законодательстве Теперь жители республики будут ждать административной ответственности За нарушение правил качества газового оборудования или отказа в его проверке В рамках проведения технического обслуживания в 2018 году В инспекцию направлен 191 акт о нарушении выявленных при использовании газового оборудования нарушениях В основном это самовольное переоборудование газового оборудования По данным фактам жилищная инспекция привлечена к ответственности только 15 собственников на сумму 17,5 тысяч рублей Остальные собственники не могли быть привлечены к ответственности из-за ненадлежащего оформления документов Вы смотрите новости Татарстана и вот о чем далее С началом купального сезона утонули 22 татарстанца Все смерти на необорудованных пляжах Вообще не пугает Почему? Во-первых, плаваю хорошо, во-вторых, здесь можно шашлык делать Почему вновь и вновь жители республики, спасаясь от жары, рискуют жизнью, узнал Сергей Хайдаров В детских садах Казани заработает система 1 плюс 1 В 83-й сад, к кому мы присоединяемся, там 4 группы Сколько дошкольных учреждений реорганизуют? Подробно Альбина Минибаева Начать готовиться к капремонту 2019 уже сейчас Сегодня в Доме правительства прошло республиканское совещание с участием Рустама Миниханова Глава Минстроя сообщил, сейчас ремонт идет в 12 районных школах Работы на 4 объектах завершены После доклада Рустам Миниханов попросил начать подготовку плана на будущий год как можно раньше Надо определиться по домам, определиться по перечню работы, определиться там документации И с принятием бюджета уже с начала года, чтобы мы все процедуры провели На полях Татарстана быть всем Сегодня Рустам Миниханов рекомендовал аграриям обязательно посетить крупнейшую сельхозвыставку в Лаишево Она продолжается традиционно на одной из крупнейших площадок Комбайны, тракторы и селки компании Россельмаш За что их выбирают аграрии узнаем из репортажа Один поворот ключа и в дело вступает электроника Климат-система, встроенное охлаждение Новая, новейшая разработка Компактный зерноуборочный комбайн В первую очередь рассчитанный на фермерские хозяйства С урожайностью до 80 центнеров с гектара Это новый комбайн, который зашел первый раз в республику Торстан в этом году Он уже имеет своего покупателя, то есть отсюда он идет сразу в хозяйство Этот комбайн третьего класса А эти машины уже известны в России Трактор 2375 с гидрораспределителем нагрузки И высокопроизводительный Торун 750 Тот самый роторный комбайн с уникальной системой обмолота С шумоизоляцией кабины на молотом больше 300 тонн Одна из самых производительных машин в мире Техника Россельмаш Это дешевле, чем остальные для покупки и производства Они не хуже, чем вот эти импортные Плюс поддержка государства Поручением российского правительства На покупку машины Россельмаш предусмотрена 15% скидка Часто это решающий фактор для крупных компаний и фермерских хозяйств Рамиль Шайдулин, Андрес Натальцев, ТНВ, Лаишевский район С начала купального сезона в Татарстане утонули уже 22 человека Это на 16 смертей больше, чем в прошлом году Об этом сегодня журналистам сообщили на совещании Инспекция чрезвычайных ситуаций Купаются пьяными, оставляют детей без присмотра Как, спасаясь от жары, остаться в живых, расскажет Сергей Хайдаров Это будка спасателей, спасательный пост Круги, жилеты, конец Александрова Все необходимое для спасения утопающих непосредственно на пляже Константин Лобанов работает здесь 15 сезон За это время вызволил из воды немало жизней В этом году пляж Локомотив на языке спасателей сухой Буквально рядом с оборудованным пляжем Локомотив Есть еще один, он находится через дорогу И его спасатели называют технической зоной В отличие от оборудованного пляжа На нем нет ни спасательных кругов, ни самих спасателей И несмотря на все предупреждающие таблички Это не отпугивает некоторых отдыхающих По ту сторону дороги люди купаются на свой страх и риск Дно водолазами не изучено Да и следить за двумя пляжами одновременно спасатели не могут Если мы при патрулера не увидим, то естественно успеем Если уж нет, то только вот если кто-то прибежит, крикнет, скажет Но это будет потеряно время Да, естественно С начала сезона на таких необорудованных местах купания погибли 22 человека Это на 16 смертей больше, чем в прошлом году Все происшествия с начала купания сезона с гибелью людей Прошли в местах не санкционирования, не организованного купания Так при купании в состоянии алкогольного опьянения погибло 10 мужчин и одна женщина Возраст погибших от 23 до 46 лет В среднем возрасте 30 лет В основном это поколение трудоспособного возраста Почему же все-таки люди купаются в неразрешенных местах? Мы решили выяснить сами Аргументы самые разные Вообще не пугает Почему? Во-первых, плаваю хорошо Во-вторых, здесь можно шашлык делать Меня устраивает там, где больше молодежь купается Здесь комфортнее, что ли, да, и людей меньше Тенечек, да Купаются все уж семейные, с детьми Боятся В ближайшие дни столбик термометра не опустится И в такую жару в выходные татарстанцев на пляжах станет еще больше Однако, по словам метеорологов, с наступлением июля К такому отдыху у татарстанцев интерес пропадет Начиная с 3-го числа Значит, подойдет холодный фронт Он сначала проявит себя не очень хорошо С точки зрения вот этими катаклизмами В виде штромового ветра, град, грозы Так или иначе, сейчас на пляжах не протолкнуться Сотрудники МЧС просят помнить о двух вещах Внимательно следить за своими детьми И находиться у воды в трезвом состоянии Сергей Хайдаров, Александр Вольнов, ТНВ, Казань И сегодня спасатели дали показательный урок Как научиться плавать и правильно вести себя на воде О том, как усвоили урок дети, расскажет Ленар Геннатулин Крик с воды – сигнал для спасателей Ведь это жизнь человека Дмитрий работает в МЧС и тонуть не собирался Все постановочно, чтобы зритель на берегу проникся ситуацией Его быстро вытащили из воды Оказана первая помощь, затем дело уже врачей Нажимаем нос, плохо обхватываем губами Делаем два вдоха И начинаем Соответственно делать непрямой массаж сердца Если дыхание и пульс не появились, продолжаем сердечно-легочную реанимацию Сердечно-легочную реанимацию проводим либо до появления признаков жизни До прибытия бригады скорой медицинской помощи Но не меньше 30 минут с момента остановки дыхания и сердца Сначала тренировка, а теперь изучение правил Детям, не умеющим плавать, урок от профессионалов Научили правильно руки держать, ноги То есть я стала быстрее плавать Некоторые упражнения я здесь вообще не знала И поэтому благодаря этим упражнениям думаю будет лучше всего плавать Научусь Специально сюда привезли, чтобы ребята получили вот эти вот навыки первоначальные Обучение плавания Самое главное правило для отдыхающих, даже если вы умеете плавать То нужно это делать на оборудованных пляжах Потому что там работает спасательная группа, которая в любой момент может вам помочь Жара, вода, купаться только там, где разрешено, говорят спасатели Маленьким, под присмотром, взрослым, трезвыми Ленар Генатулина, Александр Вольнов, ТНВ, Казань Пока дети отдыхают, их садики и школы реорганизуют Изменения коснутся 20 детских садов и 4 школ Казани У одних поменяется программа, у других состав педагогов Управление образования города заверяет кардинальных изменений Малыши ученики школ не заметят Что будет с детскими садами, которых больше всего и коснутся изменения? Альбина Минебаева подробнее А покажи, как медвежонок делать Как медвежонок лечить, покажи Детский сад 123 не в числе 20 дошкольных Учреждений, которых ждут перемены Но здесь единственная в республике спецгруппа Для детей с синдромом Дауна Другие родители таких же Особенных детей просятся в садик Звонят и узнают о свободных местах О детском саде нашем знают И знают, что пока у нас Наполняемость не позволяет других детишек В сентябре такую же группу откроют В 346-м детсаду Новосавиновского района Это стало возможно благодаря объединению дошкольных учреждений Реорганизация коснется малокомплектных садиков Например, шестигрупповые присоединят к 12-ти групповым Шестигрупповый детский сад Он не имеет в своем штатном расписании Учителя, логопеда, психолога, инструктора по физкультуре Когда сад объединяется Штатное расписание изменяется И возможности работы с профессиональными педагогами Появляются и у деток Которые были в другом здании В случае с 356-м детским садиком Все наоборот Групп здесь достаточно Больше 10-ти объединят его с другим 83-м детским садиком Он здесь находится буквально в нескольких минутах пути Он, кстати, новый И причина объединения здесь другие Там очень много дополнительных помещений Сад построен по новым проектам Ты должен сделать детский садик Правда, сами малыши не узнают, что в их садике перемены Они продолжат посещать свое родное здание Изменения юридические Поменяется название, номер детского сада Возможно статус заведующего детского сада Которое ликвидируется В малокомплектных детских садах Есть проблемы с замещением сотрудников Во время отпусков Во время прохождения курсов По повышению квалификации Болезни и так далее В больших учреждениях В больших садах Конечно, эту проблему решать намного проще Родители же готовы К цифровым переменам Если атмосфера сохранится Не сам Ганут Материальный баз А сам Ганут коллектив И атмосфера хорошая Кроме детских садов Объединят и школы Семь встречи с вечерней Тридцать четвертой А гимназио Сто тридцать девять С четырнадцатой музыкальной школы Сойдутся ли учреждения? Покажет новый учебный год Альбина Минибаева Рамзель Гарипов ТНВ Казань И снова возвращаемся к чемпионату Многонациональный Татарстан Показали сегодня журналистам Освещающим мундиаль в Казани В городском пресс-центре Звучали татарские, грузинские, корейские, арабские ритмы В концерте приняли участие Более пятидесяти костюмированных артистов и танцоров Об этом Анна Городнова На время городской пресс-центр превратился в концертный зал Журналисты оторвались от работы И наслаждались танцами и музыкой Калинка в исполнении Олега Мачина Солиста театра оперы и балета А еще татарские танцы Грузинские, арабские мотивы Индийские костюмы За время чемпионата мира Дом дружбы народов республики Посетило более трехсот гостей Мы всегда готовы к таким гостям Ну и сами мы всегда стараемся Выехать на площадки спортивных соревнований Потому что каждому приятно увидеть Что здесь живут родные ему люди И здесь тоже развивается родная культура своего народа Гораль Ирка, журналист из Германии В Татарстане второй день На матчах еще не был Но уже успел посмотреть город И пообщаться с местными жителями Он неплохо владеет русским Увезет с собой массу впечатлений Хорхе Леон Корреспондент из Колумбии Работает в Казани уже 12 дней Написал десятки статей О матчах в России Местных болельщиках И конечно о девушках Мне очень понравились в Казани люди Я чувствую себя хорошо, как дома Женщины очень красивые Казань в моем сердце Артистов журналисты еще долго не отпускали Хотели с ними сфотографироваться и вместе спеть О том, как дружно живут народы Татарстана Они напишут на весь мир Анна Городнова, Александр Лобанов ТНВ, Казань У меня к этому часу все Далее о погоде После чего в эфир ТНВ выйдет программа Вызов 112 Ну а следующий выпуск в 21.30 До встречи Рубин подписал контракт с бывшим футболистом английской премьер-лиги Чико Флоресом на два года Он успел поиграть в молодежной команде Барселоны, Альмерии и Дженуа А широкую футбольную общественность известен по выступлениям в английской премьер-лиге за Солн-Сити С этой командой Флорес выигрывал кубок английской лиги в 2013 году Последним клубом защитника была испанская Гранада От футбольной темы к водным видам спорта в Казани на базе бассейна Олимпийц прошел мастер-класс заслуженного мастера спорта России Пятикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной Порядка 100 спортсменок, тренеров, специалистов отделения синхронного плавания детско-юношеских школ Татарстана Смогли получить бесценный опыт заслуженной синхронистки Напомним, что три года назад наш город принимал чемпионат мира по водным видам спорта И количество детей в спортивных секциях увеличилось в несколько раз Я сама на самом деле очень хотела провести этот мастер-класс Вот как приехала в Казань И мне кажется на самом деле, что детям тоже понравилось Потому что в моем детстве, честно говоря, у меня не было такой возможности Сборная Татарстана в миксте на круглом стенде выиграла бронзу под занавес командного первенства России в Липецке Зиля Батыршина и Петр Егоров поразили с 91 мишеней 100 возможных В общей сложности татарстанцы 10 раз поднимались на пьедестал почета Победителями командных соревнований в миксте на траншейном стенде стали Данила Маслов и Татьяна Саранская А свою вторую золотую Маслов завоевал в личном турнире в трапе Алмаз Гафиатов, ТНВ, Казань Здравствуйте! В начале выпуска интересная информация Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам Данил Мастер исполнит ваше желание Успейте заказать со скидкой 20% Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2, 167-166 Лето в самом разгаре и по данным сервиса Яндекс.Погода дневные температуры остаются высокими На юго-востоке Татарстана будет солнечно, плюс 29 На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге будет ясно без осадков Столбики термометров покажут 28 градусов выше нуля На севере республики, Менделинске, Агрызе, Менделевске синоптики обещают жаркую погоду без осадков, плюс 29 На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтаси переменная облачность и 28 градусов выше нуля На юго-западе республики температура повысится до плюс 30, тут без осадков В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши будет солнечно и 29 градусов выше нуля В последующие дни ночные температуры немного понизятся, а дневные останутся такими же высокими Летом самое время наслаждаться природой и гулять чаще на свежем воздухе В Казани переменная облачность без осадков, температура воздуха плюс 27-29 Ветер юго-восточный слабый до 2 метров в секунду Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы, влажность воздуха 43% Ожидается небольшая магнитная буря, берегите себя Это вся информация о погоде, в студии была Лейла Латыпова, всего доброго и до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok